Хорошо. Следующая лекция непосредственно будет уже полно-профорная. Мы будем рассматривать пока что еще половину из нее все-таки теоретические перемешки с практическими вещами, а в дальнейшем пойдем больше по практике. Значит, первое, что мы хотим рассмотреть, это разница между функциями и методами. Ну и сюда мы прилегаем к понятию, как фест-класс-функция. Значит, казалось бы, в чем разница между функцией и методами? Оказывается, она есть. Значит, идеологически, что из себя представляет функция? Функция это такой end-point, который получает в себе параметры, производит к регуляции и возвращает значение, не изменяя какого-либо состояния в идеале. Если мы говорим с точки зрения скалы, то она как-то берется function n, n это количество параметров, то есть она наследуется неявно от такого вот трейта. Это не обязательно знать и рассматривать сегодня. Единственное, что я могу сказать, компаньон object, который имеет метод apply и один параметр, это непосредственно function long. В дальнейшем, если вы будете считать об этом, вы обязательно это увидите. В Scali есть просто набор трейтов, которые реализуют сам язык. По крайней мере, тьюплый до 22, а вот функция... Мартин говорил 27. Мы больше ему предпочитаем верить, поэтому 27. Такие вещи встречаются просто в Scali, набор каких-то интерфейсов, которые реализуют сам язык. Вот function это просто интерфейс, который определяет функцию. Это объект с одним методом apply. То, что мы видели, компаньон object, по сути, это функция, которую мы вызывали со скобочек. То есть мы можем взять его у наследователь-интерферист и реализовать его. Абсолютно верно. Да, явная функция, скажем так. Тем не менее, хорошей практикой, в принципе, зачастую это те методы, можно сказать так, которые объявлены в контексте структуры object. То есть в Java мы пришли к тому, что это абстрактный класс со статическими методами, он не меняет никакого состояния, скорее утилитарный, получает значение, калькулирует, возвращает значение. В scale это object, который содержит в себе функцию, получающую параметр зомби, и тело функции просто пишет, что он его мочит с ужасной силой. Дальше. Методы. С другой стороны, методы, они оперируют с внешним скобом. Зачастую, методы, к которым мы привыкли, допустим, это getter и setter в java, в podjo. То есть у вас есть класс, у него есть fieldGrip, и эти методы работают непосредственно с филдами этого класса. Например, у нас есть зомби . Вот такая вот машина для зомби. У нас есть instance зомби в этом классе. Field zombie. И у нас есть методы kill и stay, 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 stay. Не важно. Которые выполняют определенное действие вот этих зомби, и учитывают его, и учитывают внешний контекст. Собственно, вот и разница между функциями и методами. Но! Существует такая вот страшная штука, как функции functions as a first class citizen. По сути, это функции, которые являются объектами, и они имеют три свойства. Первое свойство — это возможность приассайнить эту функцию к переменной. Этот пример мы уже видели в начале. Второе свойство — это возможность передавать эту функцию как параметр в метод или в другую функцию. Если мы посмотрим, у нас есть функция, ну, может быть, даже и метод, на самом деле, зависит от контекста, под названием traverse3, которая проходит по дереву рекурсивно и вызывает callback. Callback ожидает у себя параметром элемент, возвращает unit, собственно. Поэтому мы получаем элемент и вызываем этот callback. Ничего экстраординарного здесь нет. Кстати, обратите внимание, с точки зрения Java, этот callback — это обычный абстрактный класс или интерфейс. И мы используем его, допустим, в свинге, как анонимная реализация, анонимный инстанс, анонимный класс. То есть в Java, я думаю, многие с этим встречались. Кстати, из-за этого вечные холивары между джавой превращались приблизительно в что-то такое. Когда приходит .netчик, крутя пальцами рассказывая, что у вас нет замыканий, у вас нет functions as a first class citizen, и вообще Java — ужас. Ну и люди, которые очень сильно переживают в Java, всегда говорили, что но у нас есть анонимные классы. Разница между ними здесь более концептуальна. В отличие от Java и от Java 1.8, в которой вроде бы как потенциально эта проблема решена, вам не нужно реализовывать, вам не нужно объявлять интерфейс в целом. У вас есть синтексический сахар, который позволяет объявлять функцию таким вот образом. Если мы говорим про Java, предположим, 1.6 или 1.8, в которые добавлены лямбда выражения, они не решают проблему в целом. Потому что, я уже повторяюсь, да? Потому что вы все равно создаете какой-то интерфейс, например, action handler, и применяете синтексический синтаксис, который в конечном итоге разворачивается в вызов интерфейса с одним методом. То есть здесь уже более новый шаг в эволюции языков программируя. То есть вот здесь вот callback будет неясно развернут в new function 1. Да, именно так. Вернее, не то чтобы развернут в new function 1. Возможно, как новый анонимный инстанс function 1. С другой стороны, возможно, это будет какой-то там, я не знаю, temp class extends function 1. Это может быть метод другого объекта, другого класса. То есть вы можете любую уже объявленную функцию сюда передать. Но разница заключается в том, что за вас уже поставлялись. И подобные, скажем так, трейты уже созданы. Абстрактные классы уже созданы. Вам не нужно создавать постоянно свой какой-то там action handler интерфейс, который в дальнейшем будет использоваться как абстрактный класс, или в java 1.8, передаваться туда какой-то клоунжер. Правильная тема, что в callback мы делаем переметку параметра, название параметра. Нет, параметра, да. А element view это мы задаем сигнатуру функции, которая будет нам передать. У вас это и есть, в принципе, сигнатура. Элемент это параметры, а это возвращаемое значение. То есть мы можем явно задать, что мы считаем от эффекта. На самом деле мы не то чтобы можем, мы и обязаны явно задать. Иначе как бы откуда компилятор будет знать, что принимать? Определение типа здесь не пойдет, потому что метод здесь описывает сигнатуру. Мы чуть-чуть дальше посмотрим на то, что такое type inference и посмотрим, почему мы не можем определять, почему компилятор не может определять типы переменных. Здесь просто стоит принять за правило, что мы обязаны объявлять здесь типы переменных методов или функций. Это вал или вал? Это в данном случае вал. Его нельзя изменить. Параметр метода или функций, в отличие от java, всегда вал. Вообще, вообще, люди, которые пишут на скале, на эгланге и подобных, скажем так, экзотических языках функциональных, очень сильно ругаются на java за одну неприятную особенность. Возможность переопределить instance параметра. Это гадость, которая существует в многих местах. Например, если передается, если у вас есть какой-то метод. как это на java пишется? как это на java пишется? public void test у него передается stream а здесь какой-то очень нехороший вид диска можно написать так а, наверное, б и дальше и дальше и дальше произвести определенные калькуляции ничего страшного, в принципе, не случится ваш код будет работать дальше но это bad practice просто потому что если, особенно если код достаточно обширен то вам надо еще следить за тем, чтобы параметр, переданный к вам метод не менялся Достаточно слепой final final это side-эффект людей, которые по сути попробовали можно ставить final на самом деле final кто ставит? ставит программист, который пишет этот код можно ставить final а это с одной стороны а можно просто принять для себя conversion какой-то который говорит о том, что мы просто их никогда не меняем но на самом деле это большие проблемы java в этом вопросе потому что у нас просто нету такого понятия integrity по дефолту я по этому вопросу, если можно, добавлю еще что смотрите концептуально, да мы можем в java писать то же самое в принципе, но во-первых, нам понадобится это делать во-вторых, нам понадобится требовать дополнительный код да и в-третьих, нам нужно обучать людей это использовать в своих проектах не все знают, что можно final параметры писать final я серьезно скажу, не все знают это чистая правда кто-то забывает, кто-то даже не знает понимаете об этом нужно говорить и так далее Scala это все сделано за вас, все есть best practice кстати, если посмотреть на объявление класса где-то вернуться назад, да если сейчас у нас будет еще видео если посмотреть на объявление класса любого обратите внимание, а где у нас модификатор public, который мы пишем в java? его нету потому что он по дефолту принят как public принят вот и все потому что скажем так Мартин Родельский со своими чуваками мозговитами, которые сидят в университете и делают страшные вещи пришли к выводу, что существуют определенные конвершены в java которые я имею ввиду отсутствие этих конвершенов которые давно будет стоило поставить например классов public зачастую всегда то есть нет смысла если вы создаете класс то вероятность того, что вы его будете использовать где-то в другом месте или где-то здесь локально где-то 90% на 10% на самом деле поэтому смысл всегда писать public из этого java становится все более все менее выразительным и менее выразительным это немножко не по теме мы где-то параллельно а вообще функции параметры передаются по значениям по сути по значениям по значениям есть второй способ мы рассматриваем наверное если и будем намного позже потому что он достаточно специфический и он скорее определяет порядок выполнения скала кодов это уже advanced это называется передача по имени параметрам вот такое вот дело на самом деле точно так же как в java по значениям то что мы знаем а вот как в java идентификатор доступа то есть чтобы класс был виден только внутри пакета правило protected protected имя пакета есть ага да модификаторы значит модификаторы достаточно специфичны они тоже заэкстенджены в самом модификаторе когда вы пишете protected вы можете открыть квадратную скобку и указать имя пакета к которому он относится если это protected допустим вот такие другие а не сколько много пакетов я я думаю что нельзя скорее всего просто придется подняться на уровень да значит третье третья характеристика functions as a first-class citizen ужастик который мы видим здесь на самом деле это возможность возвращать функцию как результат работы другой функции что что происходит здесь здесь происходит подготовка ленивого калькулятора вот так это звучит значит метод prepare калькулятор принимает x и y два значения здесь описано что он возвращает функцию не принимающего ни одного параметра и возвращает integer это функция здесь мы пишем что мы подготавливаем и должен быть это у вас меж так прошел мне дальше да кстати мы пользуемся китом на самом деле серьезно на всякий случай вот и что что происходит здесь мы объявляем опять-таки обычная анонимную функцию которая действительно принимает пустые значения которые принимают пусто и используют x и y из внешнего контекста вы видите это камень это камень это еще не камень это не камень это не камень анонимная функция unit это не одно тоже unit это пустое короче говоря в конечном итоге мы получили x и y из внешнего контекста действия поэтому поэтому возвращенная функция вот это вот может быть спокойно использовано несколько раз в дальнейшем короче суть в том что мы вернули подготовленную анонимную функцию как результат работы другой функции но эти x и y для чего это я извиняюсь для чего это может быть использовано на самом деле на практике для чего мы действительно используем существует предположим вам надо подготовить какую-то функцию которая получает определенные значения вытягивает огромное количество данных из базы данных там юзер name я не знаю user object там какой-то там лодлист еще что-то и имея это уже выполняется миллион раз если это обычная функция которая сделает это каждый раз да то само собой это будет медленно мы можем решить это разными путями мы можем создать класс в котором проинициализированы два этих филда и потом будет выполняться какая-то функция калькуляции дальний юзера или дальний список лодов относительно этого юзера или сделать это здесь вызываем prepare calculator который здесь получает из базы юзера получает список лодов и возвращает калькулятор который использует два эти инстанса соответственно вызов этой анонимной функции в дальнейшем не триггерит получение юзера и остальных данных из базы данных поэтому у вас функция подготовленная которая будет работать быстро вся фаза инициализации пройдена и она использует уже провинциализированный параметр сохраняется параметры эти будут сохраняться до и не собранный гарбич коллектором до того момента и только в том случае пока эта функция их использует если она их не использует они будут выкинуты после выхода из этого метода их можно проверять получается мутабилити вы ничего не проверяете не вызвать можно и заново пересчитать можно и заново пересчитать вы можете вызвать эту функцию еще раз и получить уже другой инсталс анонимной функции но тем не менее это третья характеристика functions as a first-class citizen то есть функции можно применить перемены можно передать как параметр и можно возвратить как результат выполнения другой функции а в чем проблема вы создаете пассив и инициализируете его этими функциями как применение простейшее применение простейшее применение у нас есть Алексей гость солнечной Белоруссии который работает за еду и он будет счастлив готов у вас в Белоруссии кроме Минска есть гротан есть есть бред есть я бы не знал что мы возвращаем пустую пустую которую мы возвращаем не будет инт это инт это калькуляция а чём она не пустую была нет это функциональный цифр на ответ что у нас возвращается собственно знахаристом Объект классный? Да. Равно это то, что... Я работаю сейчас в Worksheet. Много говоря, это оболочка, которая уже создает объект, который будет выполнять. То есть интерпретатор. Это интерпретатор, на самом деле. Эмуляция интерпретатора. Называется что? Shell и File, Synthesys, etc. Да, абсолютно приемные. Скажи, да. Почему? Назначаем, собственно, эксклюзивность. Да? Теперь давай покажем второй закон. Оно не закон. Никогда не говорите. Вы же еще не компилировали. Вау! Кстати, обратите внимание. Она действительно не вызвалась. Мы увидели только, что он скомпилировал. и как бы у себя в контексте создал эту функцию с вот такими вот программами. И вернулся с линией... Он ничего сейчас не вернул, потому что она не вызвалась. Давай... Он сделал вот этой функции и тут все равно... Это, получается, все в одном классе сделано, да? Сейчас это Shell. На самом деле в продакшене вы не будете иметь этого применения. Он не имеет применения в продакшене. Сейчас, секунду. Леша, его же надо вызвать еще. Сейчас, давай посмотрим. Да, у нас произошла фаза препарации. У нас произошел препаре. Но пока что никакой препарации не произошло. Да, мы не вызвали. Обратите внимание, что... Он пишет, что у нас есть функция типа, скобочки, скобочки. И это function 0. Потому что паразит уже передано. Никаких. И теперь, собственно, мы можем это вызвать. Давай принято нажимаем. Унит тест. Давайте два раза. Унит тест в том виде, в котором мы хотели бы вам показать, а именно BDD, который мы используем у себя на проекте, используя библиотеку спец 2, к сожалению, не получится. Потому что у нас не настроен wave and build. Это будет слишком долго. Давай println вызывай несколько раз, чтобы показать, что... Как бы... А можно вопрос? А зачем println, скажем, называть в последней строке? Ведь он и так может появиться. Ага. Если мы используем shell, то, конечно, результаты evaluation он покажет. Но, скажем так, для большей наглядности и для стандартизации мы используем. А если бы мы шестую строчку еще раз написали, второй раз задефанили, было function 1, да? Нет, почему? Это было бы function 0 в том же случае. Потому что 0 это количество аргументов. Просто мы бы получили два инстанса калькулятора. Два инстанса этой функции. А можно файл при вызове передать другие к ней? 5 и 2. Смотрите. Ну вот сейчас... От нее 8. Нет. Примязывая функция 5, да? Мы ожидаем вот этот функциональный цифр. То есть пустые параметры, которые возвращают бинт. Мы можем... Смотрите. Мы можем сделать еще. Мы можем сделать, допустим, добавить multi-plier. Здесь имя параметра передавали не надо. Чисто. Пописание типа. Вот так. Мы можем, собственно, задать. Подожди. Теперь нужно написать zin. И вот так. Ну и добавить еще. Разберили, да? Разберили. Разберили. Теперь, собственно, мы добавляем... Покажи полное объявление функции непосредственно наверху. Теперь это будет function 1, потому что он принимает один параметр под названием n. А вы сзади сказали, что это уникальный. Можно спросить, чем это отличается от коррирования? Как это? Коррирование... Немножко, наверное, такое не очень похоже на коррирование. Не совсем так. Коррирование, он создает анонимную функцию. Просто в данном случае нужно явно указать, какой параметр нам нужен. Какой параметр мы указываем, а какой коррирование. Это более advanced scope. Мы решили, к сожалению, не включать коррирование. То есть, это вот это плюс 1к. Мы потом после версии покажем на пальцах. Для того, чтобы... Смотрите, если абстрактно это посмотреть, Эта функция, это функциональная фабрика. Эта фабрика не такими. Оно же реализуется через кайп. Оно немножко разливается. Так вот, TypeInference, это та вещь, которую мы не раз рассматривали и на миллион вопросов, в принципе, уже отвечали, но мы поговорим про это чуть более детально. Значит, что же из себя представляет TypeInference? Это возможность, это умение калькулятора, компилятора, естественно, определять типы. Значит, мы можем опускать типы в объявлениях с левой стороны. Когда мы пишем val, имя переменной равно string, нам не обязательно слева в имени переменной указывать, что тип string. Потому что компилятор может однозначно определить, что с левой стороны является string. Это ведет к намного меньшему количеству гласаний по кнопочкам. Само собой надо меньше читать. Ну и программисты становятся более счастливыми. Пример TypeInference с переменной. Можно еще уточнение? Еще одно преимущество в том, что если мы делаем рефакторинг где-то внизу, то у нас это... Да, я как раз об этом говорил с вами в прошлом. Мы упрощаемся, потому что время рефакторинга, если меняются возвращаемые значения, и мы везде инферрили Type, то есть мы не указывали его явно, то он автоматом будет во всех методах сверху, которые вызывали и возвращали это же значение, прокидываться. То есть рефакторить придется лыгать меньшую кнопку. А компилятор не будет? Нет. Компилятор лыгнется, если появится с этой кнопкой. Обязательно. Ребята, можно вопрос любого TypeInference? Сейчас, секунду. Если мы рассматриваем отдельный файл, который ссылается на какие-то другие модули, то если компилятор не пропарсит те модули, мы не сможем однозначно задать, какого типа у нас там переменные получаются. Мы не согласны. Почему? Потому что с правой стороны у нас тип из тех модулей. Если не пропарсится, то тип будет неизвестен с правой стороны. То есть однозначно должна пройти компиляция всей этой войны? Потому что вот так идея мне не сможет сказать, что чувак... Может. Идея сможет... Но ей нужно иметь какие-то гэши... А мы про идея не говорим. Про идеи... А то идеи стены. Про идеи стены обязательно скажешь. Про идеи стены. Что это? Стены. Я пользовался некоторое время, но в этом проекте очень не помню. Понятно, но сейчас ты хочешь, чтобы ты не почитаешь? Но, вот пожалуйста, с другой стороны объявления с явными образования теряемателем. Опять-таки еще раз, так как справа у вас явно известно, что это int, или что это string, мы можем опустить эти объявления. Кстати, Java 1.8 приносит супер-тайп-инференс в коннекции, если я тогда видел, 1.7, да? 1.7. Возможность с правой стороны джинерик опускать. Это аплодируйте стоя все. А кто перешел на один тело? Владимир. Может быть, 0 в данном случае будет, может быть, шортом? В данном случае это int, потому что она не имеет у себя никаких decimal. А почему не шортом? А, смотри, есть литералы. У каждого типа есть литералы. Ну, я понял, что... Да, конечно, конечно. Вот, значит, помимо всего прочего мы видели уже такой тип type-инференса по возвращаемому значению. То есть, если мы знаем, что у нас есть функция, принимающая a и b... Да? Кстати. Это пример по тому, что по нам это нужно обязательно указывать. Ну, тем не менее, тут еще и определять. Короче, неважно. Давайте посмотрим именно так. Если пример у нас есть a и b. a это int, b это string. Само собой, добавление int к string, мы все с вами сжалуют, что это string. Правильно? В любом случае, плюс только компитация. Он позволяет комбинировать. Так вот, справа мы ведь знаем, что там string. Правильно? Поэтому тип возвращаемого значения здесь string. Мы можем не указывать. Нам не обязательно указывать здесь, что это string. Но! Компилятор, конечно, умный. Но мысли гадать он не умеет. Поэтому не указывать типы мы не можем. Параметр. Потому что мы не сможем определить по ним в таком случае тип возвращаемого значения. И мы переходим от статически типизированного к динамически типизированному языку. Кстати, type inference это одна вещь, которая постоянно путает новичков, которые начинают работать в скале. Они всегда смотрят на вот такие вот штуки. Вот такие вот, да? Говорят, ёптель-моптель. Так это же динамически типизированный язык. Сразу интерпретатор, runtime и все медленно. Питон, допустим, выглядит там где-то вот так вот, да? И они говорят, ну всё, началось. Ничего подобного. Типы определяются. Просто это реально очень удобный способ не указывать типы там, где это действительно не нужно. А может, если в нижней строчке сделать пустая строка, плюс A, плюс B, то есть в этом случае он развалит? Да, компилятор. Конечно. И все скопишет. Если параметры указаны типы параметров, независимо от того, сколько у нас там выражений. К сожалению, нет, потому что, обратите внимание, когда вы делаете int плюс string, то вот эта конкорберация возможна неявному знанию компилятора, что int можно, по иту можно вызвать two string и скалькотопировать эти два стринга. С другой стороны, здесь мы не знаем, что по A можно вызвать two string, потому что мы не знаем, что такое A. И мы не знаем, что мы можем A сканкотопировать со стрингом. Правильно? Если мы знаем тип, то компилятор знает, что с ним делает. В случае в фигурных скопках, если мы первым параметром выберем. Это не решит проблему. Это не решит проблему. Это не решит проблему. Секундочку, секундочку, еще раз. Только второй парамет. В любом случае, мы всегда должны указывать типы параметров. А если указать типы возвращаемого значения? Явно указать тип возвращаемого значения? Нет. Ребята, давайте по-другому. Нужно задать кучу вариаций вопросов, если то или то. Скажем по-другому. Есть аксиома. Мы обязаны задавать типы возвращаемых значений. Или типы параметров. Вот так вот. Что за? Нет, не или. Мы типы параметров, функции и метод обязаны задавать. Если мы хотим прямо всех. Но если хотите, я могу это тоже более абстрактно сказать. Компилятору нужно математически доказывать, что в вашем типе есть какой-то метод. То есть вот пример был. Можно ли мы использовать какой-то тип. Не указывать тип, но использовать ту стрим. Он типа есть у всех объектов. И компилятор же должен это знать. На самом деле нет гарантии, что у вас в объекте будет ту стрим. Он может от N наследоваться, а у того нет. И компилятор, соответственно, не может получить стопроцентную гарантию того, что он докажет вот эти типы. То есть он не может, скажем, смотрите. Давайте так. Пример. Если мы не указываем C, то может быть что угодно. Но не факт, что в этих объектах будет плюс. Будет параметр плюс. Как минимум мы должны подсказать параметры. Мы можем сказать, а подставь нам сюда только объект, у которых есть метод плюс. Реально. Но это нужно сделать. Потому что он не может придумать себе это. Как же это доказать? А трейд может быть типом в декларации? Допустим, один из объектов мы хотим прийти на функцию над двумя трейдами. Знаем, что есть. Знаем, что есть. А варан не есть? Варан. 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 Конечно же есть. Естественно, есть. Естественно, есть. Естественно, есть. То есть это будет массив. Ну, в итоге, да. Можно? Есть, но как это вот здесь? Если мы поставим на строке, поставим объект A и B, но уберем вообще и поставим туда литерал строку, то тебе будет только один ориентирован. Конечно. Ты сможешь узнать тип справа. Ты сможешь узнать тип здесь. Тут два момента есть. Один – это результирующий тип, он выводим. Да. Но нам для этого нужно знать, из чего он выводит. То есть мы не можем поставить… Нет, мы просто… А мы просто поняли. Если мы и A и B не используем вот здесь вот, то тут тупо стрим поставим. Понятное дело, что слева означает шевелиться. Но мы не можем создать параметры. Но компилятор просто скажет, ну вас нафиг, я не буду компилиться, потому что A и B неизвестны. Даже если они не используются в калькуляциях. В любом случае. Компилятор строгий. Вот он. Тайк референс бывает и более. Для того, чтобы показать хитрость всего компилятора скаловского, он бывает и более хитрый. Он умеет определять ветки выполнения. И по ним, по совокупности этих веток выполнения, определять тип возвращаемого значения здесь. Причем, обратите внимание, что он умеет кушать даже дженерики. Если этот лист из той, без дженерика, равен лист any, то этот лист с такой инициализацией, это лист zombie. Но тем не менее, по совокупности всех выходов отсюда он определяет, что inferred type равен лист zombie. Другой вопрос. Если у вас может быть сколько угодно выходов из метода, у вас может быть сколько угодно веток выполнения, и если в одном случае это лист пустой, в другом случае это лист zombie, а в третьем случае это лист стрингов, то вы на выходе получите лист any. Или лист product, у них там есть определенные производные типы, в любом случае это будет не то, что вы захотите. Ну логично, правильно? Разве тип в первой ветке лист any или лист nothing? Почему nothing? Напомню, nothing используется как возвращаемое значение только в переменах, которые выполняют две вещи. Это выкидывают exception и не имеют никакого прохода дальше, или делают systemX. Ну просто я к тому, что вот как он понял, что лист зомби, если у нас в первой ветке может вернуться лист. Если вы в java создаете лист, array лист не указывая тип, generic, а object равен any в скале непосредственно. Так а почему inferred type тогда не лист object? Я же говорю, он умный, он умный, он знает, он получает совокупность всех веток выполнения и под ним определяет тип. Можно предположить? Просто они находятся в одной иерархии. Именно так, он находится в самой нижней из них. Вопрос у вас в чем? Он не общего клетка им выходит, не самый успех, а выходит конкретно зомби. Почему он специфичный? Вообще, с этим вариантом можно долго играться и найти какие-то гельбы, если честно. В том или ином случае получается что-либо еще. Но согласитесь, вы же не будете писать метод, который в одном случае возвращает зомби, в другом еще что-то, в третьем еще что-то. Вы, наверное, в java так не делаете, правильно? Поэтому это просто реальный способ получить нормальный черный тайп здесь. Вот и все. К чему мы переходим? Кто знает, что это? Это лямбда. Мы рассматриваем коллекции. А коллекции, на самом деле, это одна из самых любимых наших вещей в скале. Значит, коллекции в скале это просто произведение искусства. Выглядит это где-то вот так. Серьезность. Вот разница. Ты задавал, а не разобраться? Нет. Я бы сказал... Уфитроник не забавится. В целом, я бы характеризовал это просто количество удобностей в коллекциях скале. Для начала мы рассмотрим небольшой сахар и сравнение с java. Мы решили немножко потроллить. И вообще, как выглядят коллекции, как все это происходит. Значит, инициализация мэпа с тремя элементами. В java для того, чтобы сделать это, ну, inline. Во-первых, method type-onference. Во-вторых, вам нужно указывать конкретный тип мэпа. В-третьих, анонимная реализация мэпа. И таким вот образом, вызывая три раза put, мы ложим сюда элемент. Обратите внимание, что я думаю, что даже немногие знают о такой ротации. В скале все это выглядит намного проще. Мы просто пишем, мы вызываем companion object.net. Передаем сюда через запятую три соответствия. Это one, two, one, two и так далее. И у нас проинциализированный менеджер. А вот это two, two, one. Секундочку, сейчас. Какое выражение? String, two, one. Это будет tuple? Это tuple, это tuple. А сколько можно? 22, 27? 22. Типы? Почему? Да. Где типы? Где типы? Они автоматом определяются. Могу я четвертой какой написать? Вам никто не мешает? Ну, если здесь. Что он сделает? Если здесь. Давайте по порядку. А если применяете тексты? Если, секундочку, сейчас по порядку. Если здесь в четвертом указать вместо integer string, то будет черт знает что. тип будет определен, если тип явно не указан, а тип может быть указан в мэпе явно. Если он явно не указан, то там будет определен any, как вы. На самом деле это в java аналогия это entry, map entry, key, это вы. Собственно говоря, это так. Еще раз. Почему это мапа? Какая-то будет мапа. Так скажи. Какая-то будет мапа. Мне нужно три мапа, например. Расскажу. Если вам нужна конкретная реализация три мапа, то вы находите правильный пэкедж scala-collections-immutable.trimap и пишите new.trimap В данном случае мы используем companion object как раз для тех целей, чтобы Scala сама определила, какая реализация мапа нужна. Не забывайте о том, что это immutable коллекция. Изменения особо не подразумеваются сейчас. Поэтому он возьмет максимально подходящий под параметры суда максимально подходящую реализацию. Вы всегда можете указать ям. На самом деле. Можно. Такой вопрос давай задавал. Если... Мы еще раз вкладываем. В объявлении вы можете создать количество какое вы хотите. В конечном итоге они все равно будут сликать точно так же, как в жаре. Если здесь это one, two, потом one, то будет, скажем так, только единственный one, последний. Скорее всего. Я так думаю. Я так думаю. Если можно... Про реализацию спрашиваешь. Могут ли в этой мэке... Ну, допустим, если там ID нет, или, допустим, там, конечно, по разному произведение сруливается. Сруливается по-разному. На самом деле, каждый Scala выберет реализацию. В этом знала информация. Обычно говорится, что он выберет самый подходящий. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего. Здесь будет хэш-мак. И коллизии будут реализовываться точно так же, как в хэш-маке в жаре. Да. Но на самом деле. Как это реально будет. Это большой вопрос. Ну ладно. Давайте посмотрим следующий пример, который просто... А вот в Scala будет реализовываться в жаре как анонимный класс, точно так же, как и в джаре в этой конструкции? Или оно будет... Нет, это будет онлайн. Скорее всего. На самом деле, с объявлением анонимного класса в джаре здесь одна проблема. Там создается анонимный класс, и он, собственно... Я как джуниор-компилятор сказать не могу. Давайте посмотрим на следующий слайд. Фильтрация. У нас есть лист интеджеров. У нас есть вот такой вот список. В него непосредственно мы добавили эти интеджеры. Мы хотим идти только для этих значений. Стандартный подход для того, чтобы не трогать source-list, мы просто создаем новый лист, проходимся по-старому, производим, применяем критикат, но только когда он истин, мы добавляем в новый лист. Да? И реализация в стаде. Вопрос. 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 Первый вопрос, который у вас должен был появиться, что это не появится. Что это такое? Это называется underscore. Underscore, да? Как и странно. Это шорткат для текущего элемента. Он только один, на самом деле. Можно немного уточнить. Тут, на самом деле, вот эта функция фильтра, она принимает там... Closure. Closure от одного элемента, который возвращает к культуру. Именно. И вот шорткат это именно вот этот элемент. Шорткат это... На каждой из литераций будет шорткат. Шорткат будет один, два, минус 55 и так далее. Смотрите еще. Почему? Вопрос появляется. Почему это удобно? Потому что вы концентрируетесь только на бизнес-логе. Зачем вам делать это? Это делается отовсюду. Каждый божий раз. Существует в Java такая штука, как guava, которая пытается это решить. Но Java все равно слишком выразительный. Не выразительный. Поэтому даже использование guava требует использования анонимных классов. Реализации, всякой гадости, которые все равно делают монстров кол. Здесь же простейшая задача. Не требующая никаких больших... То есть у нас же реально не нужно спрашивать, что делает андерскорш. Потому что это просто читается. Это ожидали. Кто и не спросил? Кто и не спросил? Кто и не спросил? Я вам хочу еще сделать замечание. Смотрите. Когда мы работаем с функциональными языками, с функциональными подходами, мне приходится думать об алгоритмах, как сделать. Нам приходится думать, что нам нужно сделать. То есть мы знаем, что нам нужно из одной коррекции выфильтровать все значения. Мы не думаем, как же это сделать, что нам нужно пройтись по каждому коррекции. Отфильтруйка нам значения. Мы думаем уже не алгоритмами, а уже данными, структурами данными. Кстати, опять-таки, никто не спросил, так что же делает фильтр? Он работает вот так или удаляет элементы? Он создает новую коллекцию. В самом деле, фильтр приблизительно выглядит вот так же. Внутри у себя где-то. Он создает новую коллекцию, опять-таки, уже непосредственно с нужными элементами. Третий пример под названием классификация. Классификация по предикату. Мы хотим получить две коллекции. Первая — это с минусами, вторая — с плюсами. Негативные и позитивные значения. Спан против вот этого изучения. Примеров миллион коллекций содержит огромное количество подобных функций, которые облегчают жизнь просто феноменально. Вот согласитесь, зачем? Разные. Можно вопрос? Разные. 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 Можно вопрос по поводу мапы? Сейчас. Одну секунду. Давайте по поляму. Ход разный. Просто поменен здесь порядок. Не-не-не-не. В первом случае в жаре идёт, если число меньше нуля, то все равно не учитывается, а помещается в награде. Да, мы не учитываем ноль. Здесь. Если больше это равняется, то постик. В скале делается, если больше нуля, то не учитывается. Это скаловая дюйма. Обратите внимание. В скале, кстати, спан требует позитивный... Короче, как же это сказать? Истинное значение предиката будет добавляться в коллекцию слева. Сложный предикат работает. Какое угодно. Все ограничено вашим воображением. Может быть, ещё так? Это фактические функции. По сути, это функция. Вот здесь внутри функция, которая работает, которая зарабатывает для каждого вызова, для каждого элемента коллекции. Ваш угол. Терминающий процесс что делает? Я не знаком с вами. Мы говорим про стримы. Это немножко другое. Существуют стримы, в скале действительно существует понятие стримов, которое разделяется на генератор, на предикат, с терминейтом или без терминейтом, непосредственно на экшен. Немножко out of scope. Возможно, мы рассмотрим непосредственно поддержку стримов ближе уже к концу в сахаре. Это, да, секунду. Можно это? Вопрос по поводу мэма. Просто никак не могу пробиться через весь. Вот такой вопрос. Там были примеры с простыми типами. Например, я хочу некий объект или ключа. Какие ограничения? Нет. Ну, типа, как икл, хэшкод. Никаких. Кейс-класс. Кстати, кейс-класс используемый в виде ключа замечательный пример. И у него автоматически прописано equality, которое производит полный equals по всем элементам сравнения. Собственно, ограничения какие же в Java, а именно никаких. Я хочу переопределить понятие хэшкода и equality для объекта. Equals и хэшкод — это тема, которую мы будем рассматривать уже больше в конце. Просто как это реализовано. Скажите, вот этот синтаксис с underscore — это, по сути, объявление замыкания, который тоже тащит в себя контекст? Ну, не совсем. Это объявление чистой функции, которая будет проходить внутри в итераторе вызываться до каждого значения. Да, кстати, это не замыкание, это лямб-дап. Он только работает за импульс. Если мы внешнего где-то будем использовать переменные изделия, он станет замыканием. В данном случае вот этот пример — это лямб-дап, а не замыкание. Скажите, а добавление и удаление из этой коллекции? Добавление и удаление из коллекции мы рассмотрим сейчас, чуть-чуть попозже. Давайте пройдем дальше. Перед тем, как продвигаться, мы рассмотрим тюплых. Для чего нужны тюплые? Возможно, кто-то из вас уже сталкивался с неприятной особенностью в Java, когда вам надо из метода возвратить ID и юзернейм. У вас есть просто класс здоровенный юзер с тонами permission и всем остальным, вам надо просто беруть ID и юзернейм. Это конкретика, просто маленький private-метод вашей сумасшедшей зверской бизнес-логики, инкапсулирован где-то внутри. И создавать класс под названием юзер ID или ID юзернейм или еще что-то, допустим, не имеет смысла, потому что область применения его будет очень узкая. Здесь только маленький вариант. Может быть, кто-то даже создавал класс key value. Map entry. Или Map entry. Но Map entry это извращение используется для других, на самом деле, не вне контекста Map, а по мне. Но это не важно. В любом, прогрессивном, нормальном языке, в новом языке программирования существует понятие тюпла, а именно связь каких-то значений по... На русском это контакт. Ага. Мы, честно говоря, мы не программируем на русском, мы. Я часто не вспомнил, если тут и говорили. Значит, тюплы всегда иммьютабл. Тюплы являются коллекцией, по большому счету местами, они хранят порядок, и они имеют random access, есть возможность достучаться каждому из элементов тюпл. Можно создать максимальный размер тюпла, это 22 элемента. Причем тюплы не требуют от вас один и тот же тип. То есть тюпл у вас может быть... Первый элемент это string, integer и так далее. То есть, например, id и username это наглядный пример тюпла. Доступ... Доступ тюплом происходит... Создание тюплов происходит таким вот образом. или в скобочках через запятую, или используя вот эту вот стрелочку. Кстати, стрелочка — это метод на интеджере, который у наследован от any. Таким образом, получается, что вы из каждого, из любого класса можете создать тюплу. Он и то, что передается. Можно спросить, получается, если использовать эту стрелочку, то можно без скобочек, потому что это... Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. То же самое вот в езду. Это метод, который возвращается. Вот эти, они эквивалентны. Доступ по индексу. Везде. Что? Да. Доступ идет по индексу, получается. Да. А соответствует... Ну вот я, допустим, добавил первый, второй, третий... Так, что он положится. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. А начинается с нуля или с единицы? С единицы. Так вот, смотрите, результат будет тюплу 2. С типами int и string. Если 3, то это будет тюплу 3. И, соответственно, доступ к его элементам выглядит так. Println.pl, нижнее подчеркивание 1, нижнее подчеркивание 2. Нижнее подчеркивание 1, индекс, нижнее подчеркивание 2, string. Соответственно, мэпы, секундочку, мэпы работают на тюплах. И, что самое интересное еще, мэп, например, лист в тюплу, можно рассматривать как отбезнаковую структуру, они конверсируются в тюплу. То есть у них есть методы toMap, toList. Если у мэпа мы вызываем toList, мы получаем лист тюпл. А это типизация как? Если типизация, там int и string, а там string, int, я уже в мапу не могу запихнуть. Почему? Типизация в мапу можно запихнуть, пожалуйста. Просто мапа чего у вас будет, это уже другой вопрос. Это будет просто мапа обжектов, обжектов в Java, грубо говоря, и все. А простите, вы сказали, я правильно понял, что нижнее подчеркивание, нижней части? Нет, мы рассмотрим вообще... Нижнее подчеркивание в данном случае это placeholder. В данном случае это как бы не особо удачная идея. Я, честно говоря, я как пример жилья стену кейса не люблю нижнее подчеркивание в Java, нижнее. Нижнее подчеркивание, это просто чтобы обойти стандартное ограничение всех языков программирования в том, что ими переменной или метод не может начаться с цифр. Вот и все. Отличный момент. У нас же есть метод звездочка, есть метод плюс. В Java тоже нельзя так начать, но с цифрой нельзя. С цифрой нельзя начинать ими методом, в любом случае. Но, что еще? Небольшая оговорочка на тему best practices. Тюблы не всегда стоят... Короче, тюблы не панацеят и иногда они приводят к проблемам с читаемостью кода. Почему? Потому что, когда вы весь код пишете из разряда A нижнее подчеркивание 1 равно, B нижнее подчеркивание 2 и так далее, это в конечном итоге начинает выносить мозг. Первоначально мы использовали тюблы таким образом, но потом мы сделали огромный рефакторик, переделав полностью все эти вызовы. Стоит ли показывать? Я пока открою. Давайте потом покажем все-таки. Смотрите, вот этот подход, когда мы пишем конкретный индекс, да, температивный. Нам нужен в каких-то алгоритмах, которые точно знают, как там с индексом работать. Но есть способ раскрыть тюбл по-другому. Да, есть моменты с раскрытием тюбла, это тоже отдельная тема, но мы все равно рассмотрим чуть-чуть позже. А именовать нельзя? А именовать можно, мы это увидим. Мы это все увидим, мы перейдем на институтский сахар в самом шинце. Так вот, начинаем. Вот вход в коллекция. Коллекции, как мы видим, существуют immutable. Вот, immutable, да? Значит, возможно, кто-то из вас использовал адвенсов как караси в джаге и слышал о такой штуке, как copy-on-write коллекции. Значит, их идея заключается в том, что при записи в коллекцию возвращается полная копия той коллекции плюс элемент. Происходит копирование, и эта операция достаточно длительна и ресурсоемка. Когда мы говорим про то, что мы добавляем в immutable коллекцию в скале элемент, на самом деле мы тоже говорим о возвращении копии коллекции. Но копия коллекции в скале выглядит немножко по-другому. Все коллекции, может быть это можно так назвать, они рекурсируют. Страшно звучит, выглядит интересно. Значит, блин, нет у нас лаги, это чё? Очень жарко, кстати. Ну и тогда нарисую. Значит, если мы рассмотрим пример списка листа, то лист сам по себе всегда состоит из двух филдов. Это head с типом it-tail, который ссылается на лист с типом предыдущий. Можно его назвать linked-листом, хотя я бы не говорил так честно говоря, но допустим. Предположим, это linked-лист. Когда вы работаете с ним, вы работаете с ним не как с рекурсивной коллекцией, а с обычной коллекцией, на самом деле. Scala API позволяет, она абстрагирует от всего этого, поэтому если вы производите проход по нему, получается обычный итератор, который внутри-то идет рекурсивно, но вы идете во флет коллекции. Когда происходит добавление в коллекцию? У нас есть коллекция это, в которой элемент, например, единичка, а здесь два-три. Мы хотим добавить в начало боя. Мы вызываем у листа этот add определенный, вы увидите, как это выглядит на самом деле специфически. Что происходит? Создается новый instance листа поверх. Вот этот лист ложится в tail, а элемент, который мы добавляем, в head. Это вопрос с random access. С random access? Да. Есть несколько реализаций, просто срок, и у них разный доступ. Один. На самом деле это просто один из примеров для того, чтобы понять. Random access здесь будет естественно медленнее, потому что он ведет себя как лингвист. Я хочу показать то, что это не приводит к перформанс-деквизу. В отличие от copy-and-write коллекции. Это приводит к определенному memory overhead, естественно. Потому что лингвист имеет определенный memory overhead, и такой лист имеет memory overhead. Для того, чтобы избавиться от memory overhead, и для того, чтобы использовать свои привычки еще, которые вы не потеряли из Java, существуют mutable коллекции, которые работают как обычные коллекции в Java. То есть, method, set и так далее, вы можете просто туда добавлять, можете из мягких состояний. Мы их рассматривать не будем. По двум причинам. Потому что, во-первых, это гадость. А во-вторых, потому что вы и так знаете, как они работают из Java. Кстати, есть определенный момент. Все интерфейсы и все коллекции, все интерфейсы и так далее полностью переделаны. От Java не осталось ничего. Всегда можно использовать Java интерфейсы, всегда можно использовать Java коллекции, но это плохой форм. Потому что они не реализуют, они не scala compatible, они не имеют удобных методов. Они совместимы, но вот поскольку поскольку. Существуют специальные неявные преобразования из Java коллекции в Scala коллекции для интеграции со старыми библиотеками. Но в целом лучше использовать просто родные Scala интерфейсы и реализации. Это диаграмма Scala коллекции с API. Есть много знакомого из того, что мы видели. Есть некоторые незнакомые вещи, как стрим, допустим. О которых спрашивал человек. Ну там, т.е. синтаксис, сиквес, по-моему, java.unget, насколько я знаю. Да и линейный сиквес. Но в целом, что мы сегодня рассмотрим, мы рассмотрим очень детально этот лист. Потому что он имеет необычный синтаксис. Он такой, короче, но к нему очень, на самом деле, надо привыкнуть. Мы рассмотрим, мы уже рассмотрели metaset, т.е. все примеры, которые мы будем рассматривать, относящиеся к листу, методы преобразования и так далее, фильтрации, которые мы уже видели, они относятся и к metaset в том числе. Это, на самом деле, не вся клуба, которая там... А че они черные, вот эти ипилы, это интерфейсы, как это? Да, выше все интерфейсы, ниже это реализация. Мы показали просто примеры, какие основные вещи есть вообще в sequence. По сути, работа всегда идет на уровне интерфейса. Так все это sequence. Когда стоит, там, закрепляться, на интерфейс. Стрим, это уже более 20. Однажатая вещь, на самом деле. Но приоритический спирт. Вы можете иногда спускаться на уровень вот реализации конкретных. К примеру, в стриме мы просто свое определенное нестандартное поведение, и мы много пользуемся. У нас... Мы переходим к такому понятию. Мы переходим. Мы начинаем, мы начинаем сжечь. Что это за Чубакка? Это Чубакка. Это я. Только переодет. Майкл Джек. Давай. Кто сказал скрипток? Держи. Окей. Значит, давайте мы начнем для начала с объявления листа. Мы уже видели. Обычное ограбление листа. Уровни логирования в библиотеке логгеров. Давай лучше просто пишем там. Info, debug, logging, error. Да. Из-за ограничения на количество аргументов, получается, обязательно дать список из компонентов, возможно? Ограничение... Ограничение этого у нас. А это есть? Есть смысл? Нам есть. Нам есть, но не в таком случае. Мы, конечно, можем использовать намы. Но намы, честно... Кстати, хороший вопрос. Намы стали кастерированы. Серьезно. Кастерированы, потому что это, короче, не постпрактис считается. А почему? Почему? Потому что такое понятие, как pattern matching, убирает нужду в намах вообще в целом. Это типо как свитч. Ну да. Это свитч на стиле. Но это свитч. Не-не, я бы я предупреждал. А еще важно, потому что Martin очень давно последовательно поставил. Дешево и свитч. Окей, смотрите. Простейший пример, на самом деле, объявления листа. Вы это уже видели. Как добавить в лист элементы? Добавить в лист элементы очень просто. Например... Я думаю, что, во-первых, для начала... Нет, подожди секундочку. Для начала нам надо levels объявить как mark. Почему? Потому что мы будем изменять его. Levels, bracket, элемент, двоеточие, и levels. Смотрите. Адский ад, да? Казалось бы, непривычно, очень непривычно. Тем не менее, если... Выполни, пожалуйста, нажми print на levels. Сделай print на levels и покажи, что он получит. Он добавляет спереди. А может непривычно, да? Но тем не менее, обратите внимание, визуально-то точно так же, как мы получаем результат. Он error добавил в начало. По сути, если привыкнуть к синтезису, то все получается очень логично. Мы error добавляем в начало. А если мы ставим двоеточие? Мы ставим двоеточие. Если мы хотим добавить в конец, то мы ставим levels. Нет, нет, нет. Levels, двоеточие, плюс. И вот так. Это уже страшно. Можно еще по другому. Хорошего класса. А что тогда делает двоеточие и двоеточие? Можно три двоеточие? Секундочку. Три двоеточие, подождите, подождите. Одну секунду. Сейчас мы на трем двоеточие дойдем. Я с вами не согласен. Это не четыре, ребята. Давай, давай... У нас пошла такая пьяка, наверное, как и в жарских трейд, и стреров. Нету. Нету. Дальше. Здесь тоже непросто. Мы рассмотрим еще такое понятие. Как мы можем объявить лист? Мы можем объявить при помощи нилка. Нил. Что такое нил? Нил – это не наук. И не его производство. Нил – это пустой лист. И мы можем приконкратонировать вот этот вот элемент и начало пустого листа. А почему? А почему? Это вопрос Мартина Уотерски на самом деле. То есть мы можем написать что-то вообще. Таскай. Таскали. Таскали. Таскали не будет. Нил, насколько я знаю, нил расшифровывается как что-то типа пустой лист. Я не помню, как конкретно расшифровка звучит. Например, там есть нон-эптилист, где есть библиотека Scalos. Это расширение функциональных возможностей Scalos. Есть такое понятие, как мел – это нон-эптилист. А нил – чертов знает. То есть мы можем и в той листе указать, и нил просто. Мы можем задать вопрос на целую карточку. Смотрите, такое интересное, замечание. Если у нас все операторы – это методы, то неужели у строки есть метод добавления себя? Нет. Это дает учебный штаб. Вызовы. Если есть двоеточие… Кто еще? Давайте по порядку. Кто хочет задавить этот вопрос? Подождите, вопрос. Это метод компанион-объекта, который создает много листов. Нет. Секундочку. Давайте втянуть руки по очереди отвечать. Давайте, секунду. Если метод начинается с двоеточие, если бы решение всплало, что обменяется порядок права ассоциации. Как называется эта нон-тация? Инфикс. Инфикс, да. Все правильно. Даже только с заключением. Как можно было ответить на вопрос, не считая соглашением? Он будет догадаться. Что, наверное, это метод, который первый в листе нет? Это метод листа. Это… Смотрите, мы сейчас это и посмотрим. Вот, пожалуйста. Все просто, да? Как бы сорцы стали вообще в неимоверном образителе. Я вам честно скажу. Вот они, их читатели, это адский ад, серьезно. Это для того, чтобы читать сердце реальность, как самой санала, то уже садят лейлотку, и садят лейлотку, и садят лейлотку. Неплохой вопрос. Да? А, это и не. А, это и не. Это положение, как у него. То есть, как бы, так как у нас функциональные языки, и у нас и мы будем в нем такой понятия, да. А, маной, маной, это математическое слово, или группа, или группа, но в ней должен быть объявлен, и фото, или у них. Поэтому вот этот нил, он же, по-моему, называется низ.нил, и в этом классе будет объявлен для этого маной. Это дефолтный элемент. Хорошо. Значит, теперь посмотрим, давайте вернемся к леорусу, зачем ты это сделаешь? Гадость. Давай уберем все остальные элементы, кроме левел, с верхнего объявления, да? Ну, то есть... Я понял, да? Удали это. И теперь давайте попробуем вычислить аббревиатуры каждого из элементов. То есть вместо линк у вас будет и, вместо дебага — дудей, вместо ловинг — дудей, вместо ловинг — дудей. Отлично. Естественно, мы. Да, да. Дальше. Underscore, точка. Можем бы показать синтексис. Нет? Давай, давай, без Underscore. Давай. Левел. Что делать? Нет? 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 Нормально? Ну, давай, давай, давай. Я бы назвал левел, честно говоря. Ну, да ладно. Значит, для этого существует... Левел нет. Интерпретатор умный. Интерпретатор умный. Он сам все покажет. Как результат выполнения. Что произошло? И вообще, что значит функция МР? Вообще, честно говоря, я, как человек с не особо большим математическим бэкграундом, долго думал, какого фига МЭТ? Почему они трансформированы? Ну, названо да и названо. Но таким образом, к самом деле, это трансформация. Он трансформирует в массив одних данных, в массив других данных. Транспортирует. Аааа. Ааа. 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 Вы получаете два листа. Первый и конец. Поливар я завел зря. Ааа. Ааа. Я согласен. Я согласен. Можем. Возвращение. Вот. Обратите внимание, что в данном случае мы произвели трансформацию из одной, где-то в другой. То есть, мы вместо info.pack.orning сделали просто id и w. В Java, кстати, я думаю, все понимают, что пришлось сделать. Да? Из первого примера, который мы видели, как бы с проходом создания новой коллекции и всеми извращениями. Но! Благодаря тому, что у нас есть type inference, мы можем делать намного более хитрые вещи. Предположим, у нас есть файл паспорда, в котором есть user и паспорт, разделенные через точку запятой. Мы хотим это заменить к user. Мы можем это сделать без примера. То есть, можно сейчас подпечатать. Сначала мы создадим кейс-класс user, у которого будет user name и паспорт. Мы создадим коллекцию вот этих вот стримбок, которые нам надо распарсить. и сейчас будет. Адмир, говорите, как же живут? А, я в твое хороу попал в коллекцию. А-а-а! по сути нам надо будет сделать то же самое, просто на выходе мы должны получить не стринг, а другой тип то есть мы получим коллекцию, в данном случае, кстати, это был лист, но на выходе получаем последовательно тоже лист только уже других типов, а именно типов музыки Леш, я думаю, что тебе придется поставить здесь фигурные скобки кстати, фигурные скобки позволяют писать в вашем новостейке что ты делаешь? да, конечно, надо сплитить для начала нам нужно именовать элемент а мы уже сразу проверили сейчас, Леша, я не представляю, скажу, здесь вот здесь да, 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 да да, 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 да да, да, да мы именуем здесь что что в этом в стрим в этом он получает элемент вот этого мы получаем сплит просто такой же сплит, как джайр, который создает просто массив двух элементов по индексу более один, да теперь мы просто возвращаем music и передаем это сплит в 0 доступ к массивам, кстати, не как в джаве через квадратные скобки, а через 0 на самом деле это трансформируется в функцию apply, в которую переделается индекс и она возвращается потому что массивы это объекты а можно спросить у меня скобки надо после вот Udata стрелочка я на самом деле тоже считаю, что Udata должен быть здесь по-хорошему у нас, кстати, в проекте Udata именно так а после нее я сама идея подсказать, что нужно Udata напишем жалобное письмо Gbase мы можем еще вообще сделать игруными скобочками сделать просто скобочками вот сделать просто скобочками а если Udata будет но что из этого мы рассчитаем? какой-то вариант не 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 что не что на самом деле и в итоге мы реально получим у всех юсеров да все потому что с кем первые юсерки чтобы у хипсера не не да это единственная проблема кстати у идеи есть вопспейс покажи что у нас получилось на выходе на выходе мы получили вот эту лист user то есть тип user все ясен синтез если у него нет вопроса на этот счет нет обратите внимание опять же все выходимые значения это тустринг метод кейс класса тустринг кейс класса выглядит вот так то есть он обратно в объявлении как бы в производстве а можно можно например определить четкий тип сплита ну как определить переменную типа array чего вот вот array непосредственно это чтобы человек который читает знал что это но type inference как раз отлучает вас от этого существования я понял это есть если это пишет вы знаете что здесь можно от массива не получится от тупла да раскрывание то есть написать баллы в скобочках для переменных только от тупла а а что тут тут тупла я хотел показать но вспомнил что это взорвет мозг у нас давайте посмотрим еще например у нас предположим у нас есть список пользователей у нас есть 4 файла или 3 файла он сработал да он 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 я говорил о том что происходит при компиляции по веткам без рефлекшена именно по типам по значению нет уже на уровне на точку можем секундочку можем ли мы мачить функцию по сигнатуре да мы можем мачить функцию по сигнатуре именно так то есть если функция объект мы можем описать допустим function1 function2 function3 да или шарка вот этими вот скобочками там и в зависимости от того какая функция вы пришла уже вызывать так или иначе а можете показать месо через я я боюсь что вам не стоит не не а месо можно распарсить а мачерер просто мачерер он показывает где же произошел непосредственно на нашем норме у нас нет кейсов данные и данные которых нет спад а вот это на самом спорном у нас нет поэтому кс 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 И теперь у нас никакого exception не произойдет, просто станет extreme. Что это такое, вы спрашиваете, да? Что вот это вот такое? Это специфический синтексис для передачи вот таких вот кейсов в pattern match. А также специфический синтексис для указания keyword. Если вы хотите использовать, допустим, value type, у нас type — это зарезервированное слово sky. Если вы хотите обозвать свою переменную type... Что за что? Что это не было? Если нельзя, то очень хочется. Это одна кавычка. Одна кавычка, одинарная кавычка, в данном случае это правильный просто с халосинтексис. Нет. 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 Там фиксация есть, фиксация значений и прочее. Да. Я советую сюда, в принципе, сейчас не лезть, потому что мы себе сломаем мускайман. Да. И еще осталось два момента, которые стоит посмотреть в pattern matching, достаточно интересных. Первый, не менее посредствуемый, это с листами. Вот. И специальный симпорт представим непосредственно. Давайте объявим просто метод describe, который будет говорить вам, что там происходит. С центром просто. Вот. Объявляем метод describe, который получает себе лист, Лист интегра он подносит и выводит в консоль, что же он себе получил в конечном итоге. У нас есть лист матч. Что ты делаешь? Лист матч. Леша. Не знаю, что ты ничего не направляешь. А теперь пошла черная магия. Вы первые. Так нужно делать, это я забыл. Что это? Пока Леша пишет, что это такое? Это структурный матч по структуре места. Вот этот кейс пройдет только тогда, когда в листе есть первый, второй, третий элемент и хвост. То есть четыре элемента должно быть в общей структуре. Три. 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 Точно. Три элемента и дейл может быть пустой. Здесь мы показываем то, что может быть два элемента, и он перейдет на этот кейс. То есть этот кейс будет иметь больший приоритет, потом этот, и потом, естественно, демил, это вообще пустой лист. Мы просто покажем примеры вызовов сейчас. А если местами поменять? Если местами поменять, то до этого кейса мы никогда не дойдем. И в случае... Да, мы никогда не дойдем до этого. Если больше трех, то... Если больше трех, то мы попадем на вот этот вот. Если надо сделать кейс, где больше трех, и все. Тогда просто кейс, лист. Тогда кейс, тогда кейс, лист, сайз больше трех. А, то есть нам даже вот так? Конечно. А можно скажем, если у нас будет лист, и мы хотим... Вот у нас пятый элемент, и какой-то короткий цифр. Вот здесь вот, вот здесь придется пройти все эти пять цифрочек, а здесь вместо имени, где ореха, разожгать. То есть все-таки придется писать эту формуинку. А представь себе, что бы ты написал в JavaScript? Какой претендат был? Если сайз коллекции не меньше, чем... И коллекция индексов не больше, чем... И коллекция индексов равна... И индексов четыре равна пять, в таком случае... Но коллекция индексов равна пять, в таком случае... Сложно сказать, что хуже, что лучше. Варианты вызвал. Леш, давайте здесь напишем, что это все-таки, типа, самое первое... Я говорю, не первый элемент, в принципе, а... Стринком сказать, что это не просто. Куда-то, да. Три минуты. Да? Давайте, давайте, пожалуйста, тринком. Да зачем? Нам надо писать просто, какую ветку пошло. Итак, первый элемент попадает... Первый describe-вызов с тремя элементами попадает сюда. Потому что у нас есть первый, второй и третий элемент, плюс хвост, который густой. Второй вызов попадает непосредственно в эту ветку. Потому что есть первый элемент и хвост. Третий вызов попадает в эту ветку. Потому что мир это empty list. И четвертый вызов попадает опять в первую ветку. Потому что у элемента есть три элемента, и в tail попадает еще четыре. Вот даже вот такие вот штуки можно делать. Кстати, вы можете... Я не знаю, почему никто не спросил, но... Вообще, применяется ли это? Я вам скажу так. Применяется. Это один из способов реализовать хвостовую рекурсию в скале. Первый вариант, первый вариант это типа first и tail. А второй вариант это mill. Mill говорит о том, что мы дошли до конца хвостовую рекурсию. На алгоритм надо смотреть. Но это как у нас именно тот кейс, когда используем... При помощи которого можно реализовать хвостовую рекурсию в скале. Хемпинг exception. Хемпинг exception. Паттерн матчинг exception. Стандартный try-catch, который у нас есть в джаре. В скале тоже слегка мастеров. А? Слайс. В коллекциях есть все слайсы, которые вам нужны. И left, и right, и как угодно. Абсолютно. Там в порядке действительно четырех салгетов. Которые любые, которые вам нужно. И aggregate, и что угодно. Реально есть все. Слайс, кстати, действительно позволяет, исключая где-то стоит, иметь аккумулятор в коллекции. Все есть. Не переживайте. А вопрос по поводу кейсов структурных. То есть, например, можно, возвращаясь к юзерам, можно создать такие кейсы, которые будут проверять, скажем, если заполнено то или иное поле только. Только? А в другом случае, что значит? Давайте посмотрим на это с точки зрения концептуальной. То есть, что значит заполнено поле? Остановили null? Ну да. Расставьте null. Да. Разве нет? Да. Здесь в принципе, placeholder типа везде null. Placeholder говорит, placeholder это не null. Placeholder это не важно. Любое. А null это конкретное значение. Вот как работает try и catch. И вот здесь используется pattern magic для подозрения типа exception. Думаю, что нет. Да. У меня подозрение, что нет. Там каковы, 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 каковы. Просто суть в том, что вот эта вот штука в обработке exception более гиппейджа. Опять-таки, используется тот же pattern magic, в котором можно делать что угодно. exception, кстати. Кстати, exception может быть реализован при помощи кейс-класса. И в exception вы можете использовать такие же штуки, как вы использовали в кейс-классе. Я имею в виду, что вы можете реализовывать. Вы можете использовать его при помощи кейс-классе. В exception точно так же, как кейс-классе. Если exception является кейс-классом. Как try? Есть. Это называется monado try. Это тоже та штука, которую мы не рассмотрим чуть позже. Это monado try? Нет, это monado try. Которая возвращает... Короче, результат try может перебраться в комплект. Вот. Что мы дальше? У нас там переключили что-нибудь? Да. Давайте сделаем просто try. Потому что... К сожалению, сейчас пойдет... Работает, но... Кода дофига как-то, да? И каждый раз, когда нам надо... в строку... Можно производить вот эти вот ужасики со сплитинг. Первый из вариантов, который мы можем рассмотреть... Это... Это мы говорим непосредственно про... Неявное преобразование типов. Это... Это... Это импризисп метод. Значит, мы создадим... Что? Импризисп это. Мы создадим метод, который будет преобразовывать юзера в... Юзер стринг в юзера. Возвращаем к юзеру. Вот это вот. Вот это вот. Все. Взять просто и перевести. И сплитинг тоже делаем. И вырезаем. Подожди. До вызова сейчас дойдем. Окей. Значит, давайте посмотрим, что здесь происходит. Там, наверное, стоит. Да, тут стоит. Что происходит? Мы создали метод, который умеет... Имя метода, на самом деле, не имеет никакого значения. Метод, который принимает стринг и возвращает юзера, это две точки прикосновения, которые нам нужны. То есть, по сути, это стринг to user. Да? Что мы делаем? Просто распарсируем эту строку и возвращает юзера. Как мы это можем использовать? И что значит implicit? А implicit — это значит, что в случае, когда мы в метод scribe пытаемся передать строку, будет вызван неявный метод. И это будет выглядеть где-то так. И работать так же. При вот таком вот подходе. А в каком скопе этот implicit работает? Implicit — в том скопе, в котором происходит вызов этого метода describe. То есть... А если два таких есть? А если два такой? Если два таких implicit, то вы не отcomplicate. А если параметров больше, чем один? Параметров больше, чем один? Я имею в виду, у нас этот метод служит для производства типов. Из-за одного в другой. Параметров больше, чем один, быть не может. Я не знаю. А если конструкторы тоже вы принимают? Ну, пожалуйста. Дело в том, что инвестор принимает два параметра. То есть, он смотрит по сигнатуре не только с самого функцией, но еще и возвращаем. Вот этот, я не понял вопроса, может быть. Как он определяет? Как он определяет? Очень просто. Он определяет очень просто. Во-первых, он смотрит по не соответствия типов. Он говорит, метод describe. Почему вы мне впихаете? Стринг, а я принимаю user. Окей, смотрим в контексте. Если у вас преобразование от стринга — user. Вот и все. Параметр принимаем и параметр изучаем. Может, цифрические вложки? То есть, симплисит, симплисит, симплисит. Да, конечно. А как вы идея узнали? У меня в середине метода. Шифтер 12 или что? Я не знаю. Близко? Потому что это реакт. Реакт. Я буду искать. У меня есть переход. Существует... Там есть шифтер-хот, там есть введение с фиска и с близко. Так, есть много. Есть много таких. Вернувай, Ctrl-B просто. Вернувай. 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 Хорошо. Будет просто два призера. Два импризы, то мы решим отдельно, и всё. Я не знаю, просто тип, он работает для преобразования одного типа в другой. Он самим может преобразовать два типа в один. Этот кризис не работает. Каждый раз будет искать, существует ли импризис? Да, компилятор, не интерпретарь, компилятор. А, можно же преобразовать в другой кип? Секундочку, сейчас, насчет дженериков. С дженериками работают, абсолютно верно. Тупл. Тупл, то есть, да, конечно. Тупл, тупл, просто надо указать. Я немножко не понял, как его указать? В сигнатуре указывается класс дюпл2, если там два параметра, и в дженериках указываются типы значений. Вот и всё. А может и вблизь отработать функция, которая мапит string в string? То есть, этот же тип? Это, это немножко другое. Мы посмотрим на модерн под названием build-make library, который непосредственно это покажет. Давайте разберемся сейчас с тем, что у нас есть. Соответственно, эти implicit конверсионные, их и так уже достаточно много. Многие из них наследуются сразу от Scala library, но в принципе, такой подход у нас используется. В чём могут быть потенциальные проблемы? Значит, во-первых, такой подход явно не для джуна. Человек, который приходит и смотрит код, а люди, которые приходят из джавы ещё, они смотрят на имя метода и говорят, так, судя по тому, что мы видели Spring Data, наверное, здесь по имени метода как-то завязано. На самом деле ничего подобного. Конкретно по сикнатуре нет. Это один из примеров. Что ещё? Что ещё? Это мы рассмотрели непосредственно неявное преобразование типов. Мы можем рассмотреть ещё такое понятие как неявные параметры. Что такое неявные параметры? Предположим, у нас есть какой-то сервис, который работает в контексте чего-то. То есть у нас есть класс контекст, который содержит или configuration, который содержит какие-то параметры, и у него есть куча методов. Так как сервис Singleton, то ему нужно в эти методы передавать configuration. Говорит, вот чувак, смотри, дай мне, пожалуйста, список пользователей вот при таком вот configuration. Отдал. А потом дай мне, пожалуйста, список их vector security. Он тоже отдал. Короче, каждый из методов, например, one получает класс контекст, three configuration, потом two получает контекст. Использовать такой... Лёх, чем-то скобочек сильно ловит. Вот это вот зачем здесь? Зачем object вложим? Александр, ты мне на листик написал? Мне так кажется, мы просто съехали. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Там все нет? Нет. Еще одно. Ну ладно, здесь. Не смотряется. Все, хорошо. Кстати, или кто заезжает эквизор, который... Так вот, если мы вызовем эти методы, то вызов будет выглядеть где-то так же. Так. И потом true context и так далее. Зачем нам постоянно передавать контекст? Плохо. Мы можем от этого очень просто избавиться. Для этого нам надо модифицировать, во-первых, сервис, и добавить в каждом из параметров модификатор . А какая сейчас стоит задача? Задача станет убрать лишний код. А что это такое лишний код? Ну, смотри, смотри, на контекст. Как сказать? Эта задача неимоверно сферична. Мы просто уже посреди ночи составляли именно этот пример, поэтому придумать что-то лучшее не получилось. Поэтому примите на веру, как бы что. Подобные задачи действительно случаются. Вот. Значит, мы можем добавить модификатор . Который говорит о том, что этот параметр может... Что компилятор будет пробовать искать этот параметр в явных объявлениях. А также мы добавим модификатор . Когда он создает переменную контекст. И мы можем убрать передачу контекста. Можно и скобочки здесь убрать. Не просто убрать, а скобочки в любом случае уже убрать. Вот. Таким образом объявив единошний контекст, в котором мы работаем, все остальные методы будут знать о нем всегда. Уже. Помимо всего прочего, мы всегда можем ярко объявить контекст, передав метод фула, передать контекст сейчас. И еще страшно. И еще страшно. То же самое. Изработать он будет так же. Компилироваться. А как это называется? Это называется имплисик паралютер. Вот. Такой вот программ. А если сам объект, который имплисит вал, на вашей точке не указать имплисит вал? Нет, конечно. Если не указать, то код не откомпилируется. А мы же попробуем. Я не уверен. Или не мисинтерпетироваться. Не выполнится. Не выполнится, потому что параметр не передан. Вот. Он не может зайти имплисит вал. Параметр не передан. Вот. Вот здесь вот. Но при этом имплисита нету. Он не явно никуда не указал. То есть это рантаймер? Это рантаймер. Он ищет его в контексте выполнение. Кстати, непонятно, почему он на моменте компиляции это не проверяет. У меня это загадка. А он ищет по типу или? Он ищет по типу. Похоже ли это на Dependency Inject? Да. Благодаря этому в скале иногда делают Dependency Injection. Именно таким подходом делают. То есть там есть некоторые подходы для реализации Dependency Injection. Использование имплисит параметров и переменных это один из этих подходов. То есть это уже на языку делегируется? Да. А в каком контексте он ищет? В том, в котором объявить. Опять-таки, если есть класс, мы можем вот это обрамить в метод. И сказать, что этот метод сейчас будет вызывать 2-3-4 метода этого сервиса, который требует контекста. Для того, чтобы не передавать его каждый раз, мы здесь вот в этом методе верхнем объявили implicit val, и он работает в контексте всего этого метода. Мы можем объявить внутри нашего класса, который использует сервис. Ну, контекст такой же, как и просто объявление переменных. Да, да, да. А вложенным контекстом implicit-ы передаются? Сейчас поясню. Я могу, например, в контексте класса объявить какой-то implicit, а он будет использоваться в контексте методов этого класса. Только если методы тоже понимают аргументы, что есть? Ну, если методы называют какие-то функции, которые запрашивают этот implicit, может ли этот implicit взяться из контекста класса? Например, в методе он отсутствует. Да. Контекст метода или класс? Ну, если я забыл в моем методе указать implicit для использования, он может подтянуться откуда-то из класса. Если в сигнатуре метода не указан implicit, это работать не будет? Нет, нет. Я использую чужой метод или чужую функцию, в которой указан implicit. Для этого я должен в своем контексте указать какое-то значение, как implicit. Я его указываю не в своем методе в класс, а где-то, например, в самом классе. field.do или я не знаю, как это делать. Если в твоем классе, из которого ты будешь называть тот метод, указать implicit наверху, как field, да, он будет виден для всего класса, а соответственно имеет класс скоб, а соответственно работает. Да, то есть все-таки надо быть внимательным, чтобы нужно implicit подтянуть. Ну, дело в том, что неявные неявности вообще сами по себе требуют достаточно внимания и понимания. А у вас в проекте нет каких-то конвенций, каких-то restriction на такие шокеры? Рестрикшенов у нас нет. Пока что мы не сталкивались с проблемами, но мы используем implicit как раз именно для контекста. В основном для контекста Spark, библиотеки для облачных участей. Короче, мы используем implicit для этакой independence injection. Некоторой степени. Вот как тогда. А если у нас есть время, в двух словах напишите конкретнее. Как это реально происходит? Вы оберегаете века модули, ваши библии. Infoilibrary мы сейчас будем за это придумывать. Про Infoilibrary? А нет, вообще нет. Про вот как вы используете для dependency injection? Dependency injection мы используем? В двух словах у нас есть методы, которые ожидают определенного контекста. Предположим, как бы это на примере сказать. Есть такое понятие как Spark context. Это опорная точка, от которой происходят все облачные вычисления. То есть класс, на котором мы вызываем методы для произведения облачных вычислений. Этот контекст один на все приложение. Но это в одном случае. Иногда это может быть 2 и 3. Иногда можно выполнить в одной части класса, иногда в другой и так далее. Так вот, так как контекст варьируется, но зачастую везде используется один и тот же, да? То есть, я имею в виду, если вы начали работать в методе... Это сложно, но надо показывать серьезно. Он показывает реальность, чем он выходит. Потому что так это тяжело. Но на самом деле мы его используем реально так. У нас просто есть свой контекст, да? И он object, singleton. Другими словами, скажем так. Скажем, я попробую абстрактироваться. У нас есть объект конфигурации, который инфортируется в наши классы. И он приносит с собой, так как там объявлено implicit, он приносит с собой implicit контекст. Вот как-то там. А там уже понимаете, как хотите. Время или нет, сейчас и сил обеспечиваются в конкретике. Значит, есть еще одна штука, неинаверно удобная. Называется PimpMyLibraryZrryStore. Вернемся от примера с юзером. Давайте посмотрим на вот такую вот. Здесь крайне поставим. Значит, этот пример хорош в случае, когда мы действительно хотим неявное преобразование. А что, если мы хотим дать юзеру контроль над этим, над его кодом? То есть, позволить расширить функционал, допустим, стринга. И что, если мы хотим, чтобы стринга был метод toUser, который преобразует его в user. То есть, мы не хотим явное преобразование. Не явное преобразование. Мы хотим расширить стринг, скажем так, в некоторой степени. Scala не поддерживает прототипирование, допустим, как Groovy или JavaScript, поэтому на лету вы методы не можете добавлять в чистом виде. Но существует как раз штука под названием PimpMyLibrary, которая при помощи имплиситов позволяет расширять, позволяет добавлять методы в такие вещи как стринг и еще что-то. То есть, которые вы можете генерифицировать. Как мы можем изменить наш код для того, чтобы у стринга появилась toUser метод? Мы создадим класс под названием ExtendedString. Просто классом. Который принимает всегда параметры, назовем это Cell. Ну, можно как угодно в самом деле. Как в PimpMyLibrary? Вообще, к сожалению, не как в PimpMyLibrary. У PimpMyLibrary перебьется везде и всегда непонятно зачем. Тут мы просто назвали случайное на Cell. И здесь объявляем метод toUser. В ExtendedString. ToUser, который просто возвращает этот parsing. Вот этот parsing давай перенесем сюда. Селф, сплитинг. И все. ToUser вот это скобочка. Скобочка. Вот так. Значит, дальше. Нам надо изменить вот это Implicit API. Пиши string to ExtendedString. Его, его, его надо изменить. Переименовать в string to ExtendedString. Да, да, да. И вернуть здесь ExtendedString. Сделать new и extendedString. Сделать new и extendedString. Окей? Нет. Зачем Luzer? Да. Презикновать все подряд. Мы с тобой еще не научились Mind Transfer делать. Упс. Магия. Покажи, что у нас получилось. Возможно, круг. Вот. А теперь мы спокойно более при этом можем вызвать на string вот тут вот. Вот тут вот. Вот тут вот. Вот тут вот. Александр, ну нет. Мы можем вызвать two string. Хорошо. Кстати, я почему-то уменю. 13-я строчка. Но там мы можем вызвать two string. Ой, two user. Да? Как это работает? И почему это работает? Значит, во-первых, у нас есть преобразование string в классы ExtendedString. Обычно эти классы называют не Extended, а называют, допустим, string functions и так далее. То есть этот шаблон подразумевает именно такой вот naming convention. Все, что попадает... Короче, суть заключается в том, что здесь происходит злеябное преобразование в string.out ExtendedString, который имеет метод toUser. Дальше вся эта квинтэссенция вот этих вот классов сливается, и методов из них сливается в string, и когда вы вызываете two user, вы вызываете two user на ExtendedString. Вот как-то... А может, у нас какие-то произвали на частотки? Можно делать больше, как в FinalBook? Это, да? Ну, это непосредственно JavaScript. А если вы приобретете существующий? Если мы переопределим существующий метод... Черт его знает. Может? Слушай, мне кажется, что, скорее всего, компилятор не позволит. Мне кажется, он просто выставит two string в нем ряд. Ребят, ребят, подождите. Подождите, одну секунду. Ну, я не могу вам ответить на этот вопрос, что произойдет. Но скажите мне, неужели вы будете у intapri дописывать метод two string? Нет, если вы возьми какую-то звать... Давайте не можем брать, а... Я это... Смотрите, это задание вам надо. Проверить. А... Переберяйте их. А у вас какая-то вопроса со строкой. Остался работать? Еще раз? Ну, если... Если... Нет, мы убрали здесь определение explicit, поэтому работать со строкой сейчас не будет. Но, тем не менее, неслужит сделать two user. Мы это используем тоже частенько. И используем по той причине, что в некоторых местах, например... Например, мы добавляем factory-методы к старым Java-классам, которые не... Для интеграции больше. То есть мы используем Hive, такое понятие, для data warehousing у нас в проекте. И в некоторых местах нам действительно нужны factory-методы, которые дают более тесную интеграцию со Scala. Scala сама по себе идет в комплекте с пачкой неявных преобразований типов для коллекций из старых Java-конлекций в новые Scala-коллекции. Называется Java-конвершнс. Ты можешь это показать. Для того, чтобы это использовать, наверху пишется просто import, Java-конвершнс, конвершнс, конвершнс, нет, конвершнс. И точка и... Вот это вот. И таким образом теперь любая коллекция Java-коллекшн-лист, Java-коллекшн-лист, допустим, Java-утил-лист, он может спокойно... Нет, напиши просто... Создаем лист... Array-лист. Так, что-то я тоже... Arrays-лист... Вот. И... Секундочку, смотрите. Значит, у нас есть переменная под названием list, которая принимает Scala-конлекшн... Ну... ImTable... Есть. Да? Да. И мы можем... Блин, да ну что ж бумаги-то здесь просто... Вот. И мы можем выполнить что-то... Я боюсь... Я боюсь... Я боюсь, что мы что-то... Я боюсь, что углавляйте... А почему ее... Нет. Нет. Когда вы используете Java-классы в Scala, все равно вы используете регулы и скалки. Короче. Это должно работать. Я боюсь, что угодно. Есть ли? Неизвестно. А можно его брать? Баффер. А нет. Ты уверен? Java-лист баффер? Что с ним? Ну если мы с тобой показываем, то будет еще... Есть еще... Наверх подмерью. Есть еще такое понятие, как Java-конверктерс, которое добавляет в Java-коллекции методы... Ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Мне кажется, что импорты не работают в этом шее. У меня есть подозрение, что они не работают. Короче... Там просто нужно брать импорт и добавить какой-то регион. Короче. Пофиг. Пофиг. В любом случае импорт... Мне кажется, что они не работают, но суть в том, что этот импорт должен добавлять методы эскала и так далее. И конкретно вот такого вот плана. Есть у кого-то вопросы по инвиситам? Есть. Нет. Сейчас. По порядку. В плейере есть пример, когда request инвиситам... Забудь, пожалуйста, сейчас про play. Хорошо. Подожди. Request инвиситам инвиситам добавляется в методы. И инвиситам метода, которые принимают на какой-то тип запросов. Ну, вот, по-моему, здесь я пример не рассматривал. Мне интересно... Это как раз пример синтез параметра. Инвисит параметра, но он не как аргумент. Он уже в теле метода. И все. Окей? Окей. Да. Смотрите, у нас есть момент, мы можем рассмотреть еще тот самый сахар, который всем обещался. Я предлагаю сейчас разыграть призы. Те, кто захочут остаться после призов, останутся на сахар. С остальными смогут посмотреть на сахар все осталось. Результаты потом. Результаты, скорее всего, все на... Как? Я боюсь, что они уже закончились. У кого еще раньше где-нибудь есть? Кто хочет решить судьбу своих товарищей? Так она уже специально убежала, что я сейчас учусь. Давай, Антон, на среде сколько? Ты человек не заинтересован, заказочки нет. Заименка ОВР. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Готовы, где достаётся? Соколовка. Это такая поленькая? Это, ну да, поленькая. 300 примеров используемых. Соколовка. Ух ты! Так, такая. Так, давай ещё. Дальше. У нас есть ещё одна часть. Рулетка зря съела. Брошутся, да? Такого можно сделать. Ну да, но вставать, то лучше просто показаться. Как так, да? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александр Васильевна Кринка. АПЛОДИСМЕНТЫ чашечка поздравляю с этой чудесной чашечкой спасибо что у нас еще у нас остался еще один резерв но это призер и он у нас будет позже призер по-моему это вообще самый последний смотри теперь у нас есть еще у нас есть еще три км. жаритого чудесного три бутылки воды но у нас есть какие-то дешевые штуки человек рулетка определяем судьбу так мы определяем судьбу сейчас мы доставим пример Волков Александр 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 Василий Александр Василий Александр Сергей Сергей Александр Сергей Миход Сергей Выбираем, что раз выбираем. Дальше. Дальше. Левец. И отец. Аксении, кому-то визитник. Визитница или нет? Визитница или нет? Визитница или нет? Визитница или нет? Отлично. Дальше выбора, к сожалению, людей нет. Кому-то вы ставите вторая визитница, может быть. Молков Александр. Приятного! Нет! Приятного! Пов appliки! Пов обща ситость. Приятного апп tourport. Мне не нравится. В совместимости. Говорю на псих. Так, ребятки. В общем, да, сейчас я обладаю на те, кто мечтал о майке. У нас последняя майка останется до самого конца. У нас есть, наверное, примерно полчаса и больше. Я надеюсь, что мы не будем все полчаса использовать. Но то, чтобы рассматривать очередную тему, то это самые сладкие вещи, которые мы используем.